По-моему, пора Чиличу подумывать о том, как бы не закончить этим матчем свои выступления здесь, в Женеве. Но в любом случае, хочется отметить такую ровную прям игру в первом сете Рублева, да, от первого гейма до последнего у него, опять-таки, плотфу, чтобы не сглазить, срывов-то и не было. Ну да, мы недаром говорили, что это первый гейм на подаче Рублева, когда он первые очки в гейме на своей подаче не выиграл. Ну, зато последующие все 15.30 на подаче Чилича, если вы помните, то первый гейм в первой партии на подаче Чилича выиграл Рублев, и этого брейка оказалось достаточным, чтобы с этого... Несмотря даже на тот опыт, который, безусловно, есть в Училище, огромный опыт, он все равно в данный момент уже может начать и нервничать. Рублев играет здорово, не боится ничего. Класс. Ах, ну тут уже, конечно, Чилич здорово перекрывал всю сетку. С обводкой, наверное, так поосторожничал Рублев по линии, он не пробивал, он направлял, наверное, мяч в первую очередь. Удобно, да, было, Малин. Да, наверное, косой кросс проходил. Ну, он очень себя уверенно чувствует, Андрюша, я имею в виду, когда линии пробивают, у него классный поставленный удар, и прямо в этом направлении видно отработанную мура. Ошибся Рублев, так плотно сыграл Чилич. Геймбол. 40-30. Хотел поострее немного сыграть Андрюша. Смотрите, как быстро играет Рублев, и высокорослый Чилич не всегда с этим справляется. Ну, он не в оптимальном, конечно, состоянии сейчас, Марин, это все видно. Не тот Чилич, который там выигрывал US Open. Тем не менее, подача летит. Больше. Лучше не хочется, чтобы Рублев вот этот уровень свой сумел продержать как можно дольше. Вторая подача. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рублев, который был в первом матче, который был в первом матче. И, конечно, первый геймбе второй партии взял свою подачу. И, выполняя укороченные слеты, ошибся. Хорошая подача через центр, когда подает Рублев, вот в первый квадрат, в первую очередь, Чиличу не так удобно. 208 километров в час скорость-то уже такая, серьезная. Ох, ошибся ты, как Марин, и хорошо, повезло Рублеву, потому что перевод-то мог быть очень непростым. 30-0. Ошибается Чилич. Теперь хочется сказать, что принимаю подачу. Рублева Марин находится около фона. И опять циферки показывают, что свыше 200 километров в час летел мяч. При первой подаче Андрея. Длинно очень. Не успел. Не успел выйти из движения подачи. Но при таком преимуществе в гейме, одно проигранное очко, это не смертельно. Да, но он еще такой максималист, мне кажется, если бы мог бы золотой сет выиграть Рублев, не проиграв ни одного очка, он бы с удовольствием это сделал. Идет смотреть след от падения мяча Андрей. Было касание, да. Все правильно, молодец. Несмотря на то, что линейный судья определил ошибку Рублева, был эйс. Гейм выиграл россиянин, и счет становится по одному. Быстро очень играют. Ну, точнее, даже не только по времени, но и в теннисном плане розыгрышей практически нет. Вот это все там, три-четыре удара. Ай, опять чуть-чуть не дошел. Ну, удачно. Сейчас Чилич мягко так ответил, и мяч после того, как перелетел через сетку, смотрите, сразу нырнул вниз. И Андрей опять хватает себя за кудри. Обидно. Раньше Чуб был вместо этих кудрей. Вихров. Шевелюры. Все видят, чувствуют, куда будет Татакин направлять Чилич, Рублев. И он успевает, да, но иногда технически не получается отвечать. 30-0. Стоп! 40-0. Глубокая подача, уходящая. Ну, вот в этих первых геймов второй партии, после выигранного первого сета, самое главное, не потерять концентрацию внимания Андрею. Здорово, Чилич отподавал в этом гейме, очень хорошо. Очередное эйс в его исполнении. И счет становится 2-1. 1-2-1. Чилич ведет во второй партии. 30-0. Прям в линию попал Рублев. 30-15. Чуть больше стал ошибаться Андрей, чем в первом сете сейчас. Первая партия вообще безупречно провел. Ну, тогда много ошибок было в училище. Нужно отдать должное. Очень здорово. Здорово, противоход. Как играет Рублев? 40-15. Вот это показатель того, что, грубо говоря, он не только может бить по мячу, да, сильно его хлестко направлять, но он предчувствует, видит площадку очень здорово. Гейм выигрывает Рублев по два. Быстро, как молниеносно, просто уже четыре гейма, да, сыграно. 40 минут продолжается матч. А уже сыграно полтора сета. Опять показывает Горона Иванишевича. 15-0. Смотрит след от падения мяча Андрей. Затер. Да. От души потер. На всякий случай, если вдруг мяч упадет где-нибудь в этом же районе, чтобы не было тени сомнений ни у арбитров, ни у него. Ай, жалко, жалко, жалко. Хорошая была подача, и так в Ростовчике-то здорово сыграл Рублев. Дело. Еще один эйс. 40-0. Гейм выигрывает Чилич и вновь выходит вперед. Второй раз под ноль берет свою подачу Хорват. Очень уверенно выполняет подачу. 3-2. Спереди Марин Чилич. Остановил розыгрыш Андрей. Да, и показал след от падения мяча, как судья. Примет? Да, принял. Хитренько так сейчас делал, конечно. Да, да, да. Отбил на всякий случай, потом показал. Отбил, был готов к следующему удару, но все-таки принял решение. Нет, остановить розыгрыш. 30-0. Ой, какой прием Чилич выполнил. Дмитрий Корто. С разбега. С хода. Ничего не мог сделать сейчас, Андрей. Уж очень лихает, как кавалерийская атака была исполвана Чиличем. Повезло. Не перелетел мяч после нотбола на сторону Рублева. 40-15. Линия опять на вылет. Он так постепенно принавравливается к подаче Андрюша Чилич. Но он сейчас хотел, наверное, обмануть Чилича, сыграв ему под Форхенд. В надежде, что он начнет забегание. Браво, Рублев. Очень важный мяч выигрывает. И ждем седьмой гейм. По три. Очень здорово играет вот этот удар он. С Бекинда по линии. Да, его это направление. Прямо что справа, что слева. Отлично. Вот хочется, чтобы еще давление оказало Рублев на Чилича. На подачу. Очень много будет зависеть от того, как первым мячом будет подавать. Ну, вспомните, в первой партии Марина очень здорово выполняла первую подачу. Но Андрюша каждый раз был готов к этому. Спасибо. 15-0. Более уверенно подает в этой партии Чилича. Да, соглашусь. Поострее, да, такое ощущение? Ох, рисковал-то сейчас со второго мяча. По 15. Это первая двойная. Вообще в мочи. В мочи, да. Не хватает внимания. Чуть-чуть, по-моему, подустал. Мы ничего не слышали. Давайте сделаем вид. Я, кстати, не думаю, что он подустал. В Рублеве столько сил. Концентрация внимания. Вы только что говорили на предмет того, как он принимал первую подачу. Это тоже относится к этой категории, к этому разряду. Ой, двойная. Еще одна двойная. Еще одна. Да, это такая роскошь. Прям непозволительная в данной ситуации для Чилича. Две двойны в одном гейме. Ну, правда, может и несколько кейсов сделать после этого. Ну, вот сейчас нужна подача первой Чиличу. Ну, вот он ее и выполняет. Не стал прям так рисковать, но очень качественно сыграл. Подал. 40-30. 40-30. 40-30. Браво, Рублев. Просто браво. Смотрите, как таскает вдоль задней линии Чилича Рублев. Причем все эти удары Рублев выполнял, находясь в корте. Все началось с приема. Да, он очень здорово прочувствовал, принял подачу вторую Чиличу. И дальше уже стал только развивать вот эту атаку свою. Ну, как в теннисе говорят, разводить. То есть играть в одну сторону близко к боковой линии, то в другую. Причем это скорость же потрясающая. А вот еще один эйс. Да, тут уже потрясающий подача Чилича. Очень сильное вращение он мячу придал боковое. Не быстро, но невероятно точно и эффективно в данной истории. Давай, давай. Не добежал. Ну, хорошее было корочное исполнение Марина. И подача. Молодец Рублев, что вообще принял. Выиграл гейм на своей подаче Чилича. Вновь вышел вперед. 4-3. Молодец. Подал первую. Здорово. Да, хочется посмотреть на тренера Андрюша, на Сергея Тарасевича сейчас. Подбадривает себя Чилич. Хорошо сейчас тоже так глубоко он сыграл. Немножко запутался в ногах Рублев. Такое ощущение. Хотя нет. Может, просто неудобно было. Молодчина. По 30. В напряжении держит Чилич вот этими мощными атаками Андрей. Да, он очень нацелен. Он прям вот выполняет. Все очень точно. Очень верно. Ох, ну это прям на чувстве. Чилич сыграл. Забежал подлево на приеме. Не первый раз мы видим, как внутри корта оказывается на приеме подача Чилич. Смотрите, по-восходящему очень быстро принимает подачу. Первый брейкпоинт на подачи Андрюша. Отыграл. Не повезло. Да, конечно, Марину сейчас. Папа Андрея Кузнецова, кстати, находится за Гороном Лаванишевичем. И агент Кузнецова Николаевна. Там же. Больше. Молодец. Отыграл брейкпоинт и уже заработал преимущество. 207. Прибавил. Не попадает первая. Молодец. Ну вот сейчас поймал. Поймал Чилича на вот этом противоходе. Потому что Чилич вошел в корт. Чуть-чуть сдвинулся влево. Мяч полетел через центр. По четыре счет становится. Мам, кстати, Рублева находится тоже на трибуне. Сергей Тарасевич чуть ниже. Это не он. Молодец. Чилич. Уверен, я сейчас очень справа сыграл. Ой-ой-ой, какой прием. Подсмотрел училище сейчас вот этот прием с Быкина до второго квадрата, Андрей. Видите, тоже вошел в корт с хода. И свой любимый с Быкина до полинии на вылет пробил. Бабушка будет довольна сейчас, Андрюша. Недоволен собой Рублев. Ну, хороша была подача. Что ты сделаешь? Ну, он же ошибся. Вот именно этим обстоятельством мы недоволены. 209 километров в час мяч летел. Да. По-моему, самый быстрый. Самая быстрая подача в этом матче. Ай, ну, своего рода противоохот сыграл. Поймал. Ну, поточнее, поувереннее сейчас начал действовать, даже забегая под свой любимый форхенд. Марин. 40-15. Молодец. А Чилищ очень здорово подает во втором свете. Очень здорово. Вновь вперёд выходит, Марин Чилищ. 5-4. Первое очко. Десятого гейма. 15-0. В тело опять. В тело опять, но очень быстро Чилищ ответил. Для Андрюши был. Готов к этой подаче хорват. Ох, не перелетел, можно выдохнуть. Вот, наконец-то, Сергей Тарасевич, нам показывают наставника. Андрюша Раблева. Вместе растут, кстати. Он как тренер, и Рублёв как теннисист. Такой важный путь сейчас проходит вместе. Молодец. Опять свой любимый перевод, линия сыграл. Андрей. 40-15. Да, Чилищ тоже нужно быть повнимательнее, поаккуратнее. И вот эти забегания под Форхен, когда он делает, открывая практически всю площадку, может получать и получает вот такие вот неудобные для себя ответные действия. По пяти. Развязка-то всё ближе. Да, не исключено, что и тайбрейк, может быть, мы увидим в этом гейме. В этом сайте, извините. Мы верим в способности Рублёва принимать подачу Чилища. Да, вы надеетесь, что дело не дойдёт до тайбрейка. Я понимаю. Попал, попал, поймал. Вот то, чем мы только что говорили. Нужно очень внимательно быть Чилищу, когда он забегает под Форхенд, открывая правую часть корта. Вот поймал его на этом, Андрей, в очередной раз. 0-15. Рисковал, рисковал, вошёл в корт, хотел по линии сыграть на выгод. Ну, правильное дело, что рисковал, конечно, если Чилищу предоставляет такие возможности на подачу, хочется их реализовать. По 15. Это здорово. Красивая игра, это оба. Но если для Чилища такая игра не является чем-то таким сверхъестественным, то, естественно, всё то, что мы видим в исполнении Рублёва, это для многих является откровением. Видите, как аккуратненько играет. Да, Андрюша даже остался в левом углу корта в своей половине. Опять показывают нам Сергея. Классные укороченные всё-таки выполняет Марин. Даже быстрее Рублёв не нагоняет. И опять выходит вперёд Хорват, заработав как минимум себе тайбрейк. Ну а теперь, хотя на тайбрейке, исходя из того количества подач на вылет, которое было исполнено в этом сете и вообще в матче, у Марины Чилища значительно больше, чем у Андрея. И тем не менее, не всегда этот показатель является решающим. 15-0. Молодчина. Отличная подача. Да, выполнил Рублёв сейчас очень. Не просто было Чилища принимать. Браво! Не стушевал Рублёв. Красавец. Очень здоровый мяч в игре держал и нашёл вот момент, да, когда можно было пробить и завершить розыгрыш. Самое главное, что он удачно очень выбрал направление удара, потому что Чилищ ему отыгрывался вот таким резным ударом по заднюю линию, уже предполагая закрыть какой-то угол, пытаться угадать. Ну, видите, потом ещё эйс. 40-0. Красавец. Нет? Не попал. Жалко. Желаемое за действительное его даю. Да, не попал первым мячом, к сожалению. Тайбрейк. Рисковал Чилищ, да, сейчас забежал так он на приёме под право, открыл весь корт вообще, но в площадку так мяч не залетел. Ну и посмотрим, кто будет более удачлив в этом гейме. Да, публика тоже рада тайбрейку. Ноги Иванишевича хоть как-то двигаются. Сергей сидит просто в немой позе. Ох, не попал. Нет, мы, кстати, услышали сейчас коррекшн. Нет. Да, мы услышали коррекшн, судья выкрикнул аут, потом выкрикнул коррекшн, но судья на вышке всё-таки показал, что мяч за пределы корта ушёл. Что, значит, мини-брейк? Да, Рублёв выиграл этот раз коррекшн. 1-0 и 2 подачи, Андрея. Ох, хороший приём. Обратный мини-брейк по одному. Да, но с такого мяча, конечно, комфортно Чиличу выполнить приём на вылет. Чуть-чуть потерял концентрацию внимания. 2-1. Две подачи Чилича. Да, конечно, против такого игрока, обладающего столь мощными ударами с задней линии, какими является Чилич, ну и на тайбрейке, естественно, во время рядовых геймов на собственной подаче нужно стараться попадать с первой попытки. Вторая подача. Аут. Ещё один мини-брейк. 3-1. Рублёв уходит в отрыв. Но ещё бы один мини-брейк. Не помешал бы. Да, было бы. Чуть-чуть поспокойнее. Чуть-чуть. Да, выполнил хорошую подачу Чилич по центу. 3-2. Перейди Рублёв и две подачи. Ну вот сейчас как раз Андрюше нужно выполнять такие же первые. Попросил посмотреть Андрей всё-таки след. Линия, но за Хавкортом. Линия, но за Хавкортом. Вторая подача. Молодцы. Здорово, 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 здорово. Угадал сейчас Андрей, что будет укорачивать Марин. Слышали, да, я думаю, наши зрители, как там, видимо, или мама, или Сергей говорили, когда Андрей бежал, давай-давай-давай. Очень важный, конечно, момент. 4-2 и ещё одна подача у Рублёва. Наконец-то вот с этим укороченным разобрался Рублёв, добежал до мяча, так ещё и направил очень верно. Нам нужно отдать ему должное, что вот перед тем, как он стартовал, доставая укороченным, он находился не так далеко от задней линии. Везёт сильнейшим, как говорится, да? 5-2. 5-2 Рублёв впереди. Две подачи Чилича. Молодец. На повторе показывает, что очень уверенно, опять-таки, мы возвращаемся именно к этому. Определённые действия выполняет Рублёв. Прям сумасшедший адреналин сейчас очень хочется, чтобы удачно, скажем, этот тайбрейк завершился для Андрея. Хорошая подача Чилича. 3-5. Ещё одна подача у Марина. Ах, не попадает по длине. Рублёв обидно. Но всё верно делал. Нужно было Андрюше, конечно, так заставить отойти от корта Чилича. 5-4. Две подачи Рублёва. А если выиграет оба очка на свою подачу, то может завершить матч свою пользу. Как-то несисти говорят. Давайте от одного мяча к другому, да? Следите. Не будем так забегать. Поймал сейчас Чилича Андрюшу. Не стал рисковать. Ждал Чилич, что будет перевод с Форкинда по диагонали. И Андрей видел это. Но, как сейчас принято говорить, повёлся. Во площадке просто находился Рублёв. Чилич очень глубоко ответил. Ну, у кого будет сутбол? О! Матчбол. Матчбол. Матчбол у Андрея Рублёва. Ну и как первую подачу выполнит Марин Чилич? Можно представить себе, что внутри происходит у тренера Андрюши. Ай! Подал всё-таки первую. Марин здорово подал. По шести. Вторая смена сторон на тайбрейке. И после смены сторон ещё одна подача у Чилича. Один матчбол был. Ну, что тут поделать, когда так подача летит? Да, хочется надеяться, что не последний. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О, ДЕЛИСМЕНТЫ Не попал. Не попал. Блин, не. Теперь сутбол училище. 7-6 Впереди Марин Чилич И две подачи Рублева Ай, не попал Хорошо, так и на сетболе Да, Рублев-то по мячу бьет Очень удачно По 7 Я почему-то думал, что Чилич будет рисковать Со второй подачи Рублева Попытается Сразу же атаковать Он неплохо принял Он достаточно быстро принял Но не на вылет Ай-яй-яй-яй Ну вот теперь еще один сетбол У Чилича Но он будет подавать 8-7 Подача Чилича Второй сетбол У Марина Как ребята это делают Мне никогда не понять Подачей на вылет Закончил этот тайбрейк В свою пользу Марин Чилич Чилича Продолжение следует... Продолжение следует...